Восемь красных гвоздик, цветы к вечному огню, несут волонтёры ОНФ. 80 лет назад была открыта Дорога жизни. Молодёжь должна знать свою историю, через что прошли бабушки, дедушки. У меня прабабушка не была участницей блокады Ленинграда, но она была связисткой Великой Отечественной войны. То есть я не понаслышке знаю, какие тяжёлые времена, через что прошли люди. Ленинград был спасён, но эти 30 километров Дороги жизни для многих стали коридором смерти. Во Владимирской области остались всего 103 человека, живых свидетелей блокады. Это телеграмма, которая уже вот в таком виде. В руках у Азы Завьяловой старая телеграмма с местом эвакуации и прибытия. В конце постскриптум. Аза больна. Если можно, приезжай, Шура. Моя мама Шура, Александра. Из блокадного Ленинграда трёхлетнюю Азу спасла бабушка. Чудом, эшелоном она вывезла внучку в Ярославль. Оставаться в осаждённом городе стало опасно. От голода Азу чуть не съели. Это было, и никто не удивлялся. Потому что вот, допустим, на шестой этаж вот так вот забиты были этими трупами, да. И люди вырезали мягкие места. Мороз. Мороз. Вот. Они ещё не портились, ничего. Вот были трупы, которые вырезали мягкие места. Эвакуированных приютили в госпитале. Но спустя несколько часов бабушка умерла. Мама нашла Азу только по редкому имени. Позже она рассказывала об умирающих от голода людях и бесконечных похоронных процессиях. Эти жуткие факты Аза Григорьевна сохранила в книге «Страницы блокадного детства». В ней есть история Михаила Коншина. В 41-м ему тоже было три года. Помню то, что всё время хотел есть. Всё время хотел есть, есть хотел. И сам себя жалел, что бедный я, бедный мальчик. Мне нечего покушать. Из осаждённого фашистами города Коншина бежали в Новосибирск. Им помогла друг семьи Екатерина Корчагина-Александровская. Народная артистка СССР. Михаила с матерью вывезли по ледовой дороге жизни. Весь путь их атаковали вражеские самолёты. Коншинам повезло. До станции они доехали невредимыми. В Новосибирск попали через месяц с диагнозом. Дистрофия второй степени. Раз в дороге умирали, и мама тоже думала, что вдруг я там умру, вдруг мама думала про себя. Вдруг это такие бирки какие-то, несколько бирок там в одежду зашивало, где там имя, фамилия. И вот куда надо доставить всё там это. Михаил Коншин до сих пор помнит голос Ольги Бергольц. По радио она читала стихи и чеканящий звук метронома. После сводок с фронта в эфире звучала музыка. Михаил Сергеевич говорит, именно она помогла блокадникам пережить 900 дней осады. Наталья Забнина, Сергей Власов и Дмитрий Шаталов.